Доброе утро, друзья! Не за горами сезон отпусков. Как правильно и грамотно собраться, что с собой взять в аптечку, об этом мы сегодня и поговорим. Поговорим мы сегодня с нашим гостем, доктором Центра медицинской профилактики Татьяной Селезневой. Доброе утро! Доброе утро! Татьяна Аркадьевна, с чего нужно начать подготовку к отпуску? Ну, начать нужно, конечно, с планирования. Если вы хотите отдохнуть где-то далеко от дома, особенно если это какие-то страны с тропическим климатом, то обязательно нужно узнать информацию о стране, о том, может быть, какая-то прививка нужна заранее, инфекционные, паразитарные какие-то болезни есть специфические. Заранее нужно оговорить медицинскую страховку. Это рекомендуется сделать всем абсолютно. Она не так дорого стоит, гораздо дороже потом платить, если вам придется обратиться за медицинской помощью уже во время путешествия. Конечно, нужно привести в порядок свой организм. Я имею в виду то, что если у вас есть какие-то хронические проблемы, хронические заболевания, они должны быть в периоде ремиссии. То есть без обострений. Вылечите зубы. Это важно. Согласен. Очень хороший, очень простой совет. Да, ну и, конечно, грамотно нужно собрать аптечку. Обязательно возьмите с собой те медикаменты, которые вам назначены лечащим врачом и которые вы привычно принимаете. Это обязательно нужно сделать. Что касается самого путешествия, ну вот возьмем самое начало. Очень многих людей укачивает уже даже по дороге в аэропорт. Поэтому позаботьтесь об этом заранее. Обязательно какие-то нужны элементарные перевязочные средства. Бактерицидный пластырь, можно элементарный раствор, бутылочку маленькую, хлоргексидина. Бинт хотя бы один. Пусть у вас это все будет с собой. Дальше очень много путешественников, ну вообще это проблема современного мира, аллергиков. И когда отправляются в какие-то экзотические страны, начинают нюхать разные цветы, да. А мы же вообще не знаем, что встретить. Да, продукты, какие-то экзотические фрукты, те же самые. Вот если вы знаете, что вы страдаете аллергией, склонны, поберегитесь. Лучше избегать контакта вообще, но совсем-то избежать крайне сложно. Поэтому десенсибилизирующие препараты, то есть противоаллергические какие-то препараты, хотя бы несколько таблеточек с собой нужно взять. Обязательно нужно позаботиться и о профилактике каких-то желудочно-кишечных расстройств. Во-первых, ну надо знать, что в жарких странах лучше пить только бутилированную воду. Не пить напитки со льдом, потому что мы не знаем, какой лед, да, из чего, из какой воды. Можно взять обычный активированный уголь, да, например, сорбент какой-то. Если с вами ветки, то пробиотики можно взять, это тоже спасает. Но во всяком случае то, что быстро помогает детоксикации организма, то есть вывести токсины. В принципе, вот это минимум. Что желательно взять? Еще один момент, который очень часто забывают, у нас мало солнца, мы мало загораем. Элементарный ожог можно получить уже к концу первого дня пребывания. Поэтому не забывайте о средствах защиты кожи. И здесь рекомендация одна. Идите в аптеку, в какой-то магазин, который продает эти средства, и смотрите фактор защиты. Потому что у нас у всех разная кожа, разный тип кожи. И, конечно, обязательно что-то возьмите, хотя бы какое-то одно косметическое средство, которое помогает, если все-таки ожог случился. То есть просто панденол? Да, совершенно верно. Катя, вот опередили меня. Ну, грамотный, сразу видно, грамотный путешественник. Грамотный загарочек. Да, то, что очень быстро окажет вашей коже помощь. Ну и, конечно, потом на следующий день задержаться. Еще раз повторяю, особенно следите за детьми. Кожа ребенка очень нежная, она более подвержена солнечному воздействию. Поэтому их обязательно за ними оберегать, да, ухаживать. И обязательно средства для защиты от ожогов, от солнечных применять. Вот, пожалуй, тот минимальный набор, который необходим всем. Люди летают же на парашютах, прыгают по воде на бананах. Тоже ведь, наверное, не всем показывают. Да, да, вы знаете, что, конечно, очень хочется провести отпуск активно. Но я хочу предупредить людей, если вы действительно и просто в жизни активны, вы посещаете спортзал, вы тренированы, у вас тело сильное, крепкое, и нет особо каких-то тяжелых, каких-то серьезных хронических заболеваний, то, пожалуйста, вы можете устроить себе такой экстрим. Но другим людям, которые, например, страдают диабетом, тем же ожирением или гипертонией, или бронхиальной астмой, я рекомендую воздержаться. Будьте аккуратны. Лучше, может быть, просто поплавать. Вообще, если вы будете каждый день много плавать, это уже будет суперотпуск, да, но без лишних экспериментов. Отпуск нам дается для того, чтобы мы отдохнули, восстановили силы и укрепили наше тело, ну и впечатлились, да. Какие-то еще познавательные вещи для нас очень важны. Поэтому отпуск не для того, чтобы мы тратили свое здоровье впустую, на алкоголь, на переедание, наоборот. Выбирайте то, например, из продуктов, что вам здесь недоступно. Ну, например, большое количество фруктов, овощей, морепродукты, свежие рыбы, да, это в южных странах предлагается в изобилии. И, конечно, ограничите алкоголь, а лучше от него отказаться вообще. Надеюсь, что ваш отдых благодаря нашим советам, советам нашего дорогого доктора, диетолога Татьяны Сережневой пройдет, во-первых, заметно, а во-вторых, оставит приятные впечатления.